Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем 245 лекцию нашего цикла о музыке, композитор Иван Соколов о музыке, и это вторая лекция о Листе. В начале, когда мы подходили к времени, в котором жил Лист, я пропустил этого композитора, я в первой лекции объяснял почему, но вот уже приближаясь к концу я решил сказать о нем соната, си минор. У Листа две сонаты, есть еще вторая соната по прочтении Данте, и эта си минорная соната, конечно, она особенная. По Данте тоже великая, и соната по прочтении Данте говорит нам о философском значении музыки Листа, но, пожалуй, еще более философское это хамольная, семинорная соната, ее называют пианиста-хамолочка, а бедурную, тогда нужно назвать бедурочка. Вы знаете, я вот вдруг начинаю понимать, что о Листе также точно можно говорить бесконечно, долго, как и о Скрябине. Почему? И действительно, самый, так сказать, вот, как говорил Средельников, самый убежденный предшественник Скрябина – это Лист. Все остальные тоже предшественники, но не такие убежденные. В какой-то книжке какой-то музыковед написал Брукнер был убежденный предшественник Малера. Музыка Листа загадочная, и когда Лев Николаевич говорил, что это, опять вспоминаю эту фразу, второй эшелон – это не так, потому что второй эшелон – это если к Листу подходить с мерками Шопена или Бетховена, бесспорных гениев, но музыка Листа, как выяснилась уже в двадцатом, а скорее всего и в двадцать первом, а может быть даже и не выяснилась, музыка Листа ставит вообще к вопросу, что такое музыка, к понятию музыкального искусства, совершенно другие критерии. Она выше каких-то, знаете, вот эволюций. Мы с вами говорили о том, что музыка развивается по принципу движения абертонного звукоряда. Как-то вот, когда я был в училище, мне 15-16 лет, как-то вот заговорил, спросил у моей мамы Людмилы Ивановны Соколовой, а Лист вообще, что такое Лист? И она мне сказала одну фразу, удивительную. Лист – это композитор одного звука. Она вот может вот так вот сказать что-то, бац, и вот хамольная соната. Начинается с трехкратного повторения звука соль в трех октавах. И гамма семь звуков вниз в двух октавах. И все это три раза. Гамма два, а соль второй раз. Другая гамма. И третий раз. Если мы посчитаем, сколько этих соль, мы получим 27. Три в кубе. Вот. И один звук. А, например, кто из вас не знает, из тех, кто сейчас слушает меня по интернету, вот эту замечательную… Ну, пожалуй, я даже возьму ноты. Хотя… можно и без нот сыграть, но вот здесь, в этих русских нотах, эта музыка называется «Ноктюрн номер три». Но на самом-то деле любовный сон, либо с травм. Просто любовный сон номер три, это как-то немножко… «Ноктюрн номер три». Вдумайтесь в эту мелодию. Шесть. Семь. Восемь. Один звук. Да, нам говорили на уроках по музыкальной литературе, что любимый прием листа – это гармоническое перекрашивание одного звука. Перекрашивание. Краска. Вот это вот вечерние гармонии, красочность гармонии. Классицизм – это скупая однотонная палитра. Романтизм – это многоцветие красок. Это очень такая, ну, банальная такая фраза из какого-нибудь училищного сочинения по музыкальной литературе. Она верна. А то, что лист – композитор, думающий о Боге, композитор, носивший духовный сон, и то, что Бог – это одна нота, потому что Он один, Он един. Вот об этом как-то я не слышал, когда учился. Лист – композитор одного звука. А потом мой учитель Николай Павлович Танишевский, он тоже вдруг какие-то вещи говорил. Мы живем в эпоху большой секунды. И можно было думать, что это такое. Про этот один звук я думаю до сих пор. Потому что, помните, я тоже в какой-то из лекций рассказывал о том, что вся музыка постепенно отходит от Бога. Сначала было грегорианское песнопение, одноголосие, потому что Бог – один. Потом это одноголосие стало уплотняться. Органом появился, сначала октавы, потом квинты. Потом голосов стало больше и больше и больше, но они все были равны. Принцип, так сказать, их главенства, их было одинаковое. А потом появился Лютер. И один голос стал важнее. И вот это, так сказать, постепенное отхождение от числа один к другим числам, оно преследует музыку, так сказать, всю жизнь. Но есть ли в ту, в другую сторону какое-нибудь движение? Да. А если мы грегорианское песнопение сведем к одному звуку, ну это будет либо ритмическая какая-то музыка, без звуковой соцсети, только с одним ритмом. Вот. Либо просто вслушивание в один звук. И вот это есть как раз в музыке Листа. И я вспоминаю здесь опять Владимира Ивановича Мартынова. Я не знаю, я с ним о Листе не говорил. Но вот, например, бриколаж. Этот фадея с мажор, он минут 10 стоит на одном звуке. Он гораздо более радикален, чем Лист. Хотя в то время уже, наверное, люди удивлялись, ну как он долго повторяет один звук. Этот прием Парланда, это прием, говорящий о том, что хотелось бы какое-нибудь слово, в общем, речитатив какой-нибудь на этом звуке. Вот. Ноктюр номер три. Потом другие у него сочинения. Это не то, что он так вот просто один, одно сочинение вот такое написал. Вот. А есть в этом сборнике, вот, например, такой экспромт фадеяш-мажорный. Видите, тоже сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Пять раз повторяется фадеяш-мажорный кварцекст-аккорд. Конечно же, любой музыкант вспомнит 13-ю прелюдию Шопена. Вот. И, естественно, Шопен был для листа величайшим из величайших образцов. Хотя всего на один год Шопен был старше. И мы таких вот перекличек музыки Шопена и музыки листа слышим у листа огромное количество. Думаю, у Шопена гораздо меньше было вещей, где он листа перенял или вообще нет. Ну и, конечно, потому что лист гораздо дольше жил. Лист прожил 75 лет. Очень долго по тому времени. Он всегда боготворил Шопена. Но вот, например, в последний день своей жизни он играл прелюдию Шопена и восхищался ими. Есть такая легенда. Вот. А если мы действительно вот посмотрим на общий, так сказать, колорит вот сочинения листа, виртуозность, но эта виртуозность постепенно, с годами, с десятилетиями уступает место глубине религиозности, наполненной и философскому смыслу. То есть быстрое движение пальцев по клавишам, как одна, я играл в немецкой школе, общообразовательной, и одна девочка подошла ко мне и говорит, спасибо, как вы хорошо играете. Я в полном восхищении от того, как вы быстро можете двигать пальцами. Вот. Я сказал большое спасибо, мне очень приятно. Вот. И Лист понял, что быстро двигать пальцами – это в искусстве не самое главное. Что можно еще и умно и медленно двигать пальцами. А можно вообще не двигать, а играть одну и ту же ноту. И она сама будет звучать. Вот это удивительно. Какое-то глубочайшее философское постижение музыкалиста, и поэтому мы его не понимаем. А еще поэтому, когда он отказался от своей виртуозности, вдруг все музыканты вокруг сказали, что он устал, что он состарился. Вот. И действительно, у него последние годы он в этом своем аскетизме был невероятно, ну почти как Володя Мартынов, радикален. Я не могу здесь сыграть, но вот у него есть 10 симфонических поэм. Это мы все учим по музыкальной литературе. И последняя, ну там Тассо есть такая поэма, Прелюда есть такая поэма. Это такой обычный, так сказать, лист среднего периода. А последняя симфоническая поэма конца 60-х годов называется «От колыбели до могилы». И вот она очень странная. Я помню, одна студентка подошла ко мне и сказала, «Иван Глебович, мой преподаватель попросил написать мне работу об этой музыке. По-моему, вы знаете, я хочу вам показать, я не знаю, что писать. И не знаю, что ему говорить. То есть вот у музыкантов недоумение». И она мне показала. То есть такой аскетизм, что вообще непонятно, не издеваются ли над нами. Вот такая вот, простите, возникает мысль. Тогда я начал ей подробно пытаться и себе, и ей одновременно объяснять принципы авангардного мышления. Лист-авангардист. Это почти Джон Кейдж. Вот еще один шаг, и вместо этой ноты, постоянно повторяющейся, будет пауза. Понимаете? И в сущности разница очень небольшая, минимальная. Один и ноль. Вся компьютерная, весь компьютерный мир построен на чередовании нуля и ненуля. Ноль, неноль, ноль, неноль. То есть, а в сущности, не ноль, это тоже почти ноль, да? Только частичка не там что-то прилипла. Можно ее... Как-то вот так, понимаете? Вот немножко все вот очень странно выглядит в искусстве, в музыке, в жизни. И вот этим всем занимается гений Лист. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Это было вступление, вот эти три знаменитых темы из сонаты листа си минор. Это первая страница в сущности, опять же три, да? Бог троичен, Отец, Сын и Святой Дух. Но здесь первая тема, наверное, это музыкальный портрет Бога, как мне кажется. Вот три этих ноты в трех октавах мы, Мессиана, разбирали уже в наших лекциях. Первый взгляд, взгляд Бога Отца, очень много общего у соната Хамоль с взглядом Бога Отца. И это нисходящая гамма, потом, конечно, Чайковский. Помните, да? В щелкунчике знаменитая Адашо. Это, конечно, совсем другое, может быть, даже диаметрально противоположное по смыслу. Но музыкант все равно обращает внимание, нисходящая гамма, а как здорово звучит. И сразу вспоминаются средневековые фуги, органные фуги на тему из гаммы. Гамма была не такая простая штука, как она кажется уже в XVIII, а в XIX, в XX веке вообще. Чайковский «Май», «Белые ночи». Здесь тоже бас. Послушайте лекцию о «Май» из времен года. Это очень листовская пьеса. И первая часть, сколько здесь тактов, в семь. Это тоже, наверное, не случайно. А вторая тема – портрет человека, собирательного человека. Многие считают хамольную сонату Листа с фауст-сонатой. Возможно, это портрет Фауста. Мечущийся, мятущийся даже скорее, сверху вниз, снизу вверх человек страдающий. Сегодня он с Богом, завтра с дьяволом. Он послезавтра не знает с кем, он думает. Такова природа человека. Так он создан. А третий образ, вы уже догадались, это образ, противоположный Богу. Образ дьявола. И этот образ как раз в романтизме снимает маску. У Баха, ну, практически мне даже трудно сказать, где. Наверное, тоже есть, потому что в кантатах там не может не быть этого образа. Пасус Дуриускулос там применяется. У Моцарта очень мало, у Гайдена мало, у Бетховена чуть-чуть больше. А вот романтизм, особенно Шопен тоже и Шуберт почти не прикасаются к этому, к миру, к миру адскому, к миру темному. Ну, девушка и смерть есть у Шуберта. Ну, вот тут Паганини и Лист, конечно. Вот этот образ, что тут надо, во-первых? Во-первых, это смех. Смех дьявольский. Смотрите, фаршлаг. Пять раз повторяется ре. Пять – это человеческое число. И сатанинский смех. А-ха-ха-ха-ха-ха. Это первое. Такое немножко с рычанием. А помните, мы разбирали, например, Юпитер Моцарта. В сущности, это террата, которая изображает гром, а гром – это голос Бога. То есть дьявол как бы подлаживается, подражает, пародирует Бога у Листа. И этот, помните, у Гайдена есть землетрясение. То же самое, такая жуткая штука. И она уже теперь листом дана здесь вот в пародии. Пародия, как жанр, как понятие в музыке возникает, пожалуй, только в романтизме. Они как бы немножко издеваются над этими риторическими фигурами и немножко их переиначивают. Ну и, конечно, СДГ. СДГ – Соли де у Глорио. Тоже здесь не кварта, а квинта. Но все равно мы чувствуем малая секунда вниз и что-то побольше вверх. И вот такой вот смех, он два раза повторяется. Зловещий, недобрый, такой какой-то ухмыляющийся этот образ. И человек, видите, получается, он на втором месте – между Богом и дьяволом. И это тоже романтизм. Это Тютчев – человек между двух огней. То есть один огонь хороший, конечно. Как ты сказал, да, старец Зосимов в «Братьях Карамазовых». Вся история мира – это борьба между Богом и дьяволом. А арена этой борьбы – души людей. Говорит Зосима, говорит Достоевский словами Зосимы. Арена души людей. Возможно, Достоевский потерял своего сына Алешу, маленького мальчика, и поехал утешаться в Оптину пустынь с очень молодым тогда Владимиром Соловьевым, 22 или 23 лет. И вот они ехали долго и разговаривали. И вот в этих разговорах Достоевского с юным, невероятно умным, чутким, гениальным, божественным Соловьевым, в этих разговорах зрел замысел «Братьев Карамазовых». Может быть, какие-то тоже вот, знаете, каждая фраза гениального Соловьева, она там рожала какие-то вспышки в голове гениального Достоевского. Эта соната написана рано, в 1853, по-моему, если меня не изменяет память, тут нет. Она посвящена Роберту Шуману, которого Лист очень любил. И Шуман, а Шуман посвятил Листу фантазию, если я не ошибаюсь. А может быть, ошибаюсь. Есть такие концерты, взаимные посвящения. А потом, это вторая тема. Она переосмысливается. И вдруг мы слышим нежную лирическую тему. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот этот интервал от ре до фа диеза, мы о нем тоже говорили. И когда Шопеном занимались. Это совершенство. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, побочная партия, и об этом мне Лев Николаевич сказал Наумов. Посмотри, а это же та же самая тема. Вот, и вот действительно меня это тогда поразило, что и женский, женственный образ вечной красоты, образ, который здесь в сонате связан с Маргаритой или Гретхен, девушкой, в которой был Фауст влюблен, он, оказывается, в сущности является замаскированной дьявольской темой. Вот в этом как раз философия. Вот, и когда Патриция играла вторую рапсодию для скрипки цимбал и контрабаса, оригинальная обработка листа. Я вдруг понял, что это диз-ира, диз-ира, что тоже эта веселая тема, она вдруг содержит в себе гневную, таинственную крегорианскую подкладку. Вот в этих подкладках суть романтизма. Вот так можно про эту сонату в целом сказать. Здесь огромная форма, полчаса без перерыва. Это тоже, в общем, смелость. Первые части сонат Шуберта, сигмуль-мажорный, 15 минут. Медленная часть хаммер-клавира, 25 минут, если очень медленно играть. Вот. А здесь просто полчаса без перерыва. И, конечно, очень трудно построить форму. Я... Кто-то мне рассказывал тоже смешную историю. Перед кодой, грандиозной кодой, вот сначала идет... Страшный обрыв, максимальная громкость и очень длинная палка. А потом возникает эпизод, который тоже в сонатной форме и тоже со своим эпизодом. И на этой такой тихой, божественной, философской ноте завершается вся соната. В конце... Опять, это зловещая гамма. Ну, некоторые говорят, что это образ змея. А я все-таки думаю, что это образ Бога, Бога Отца. И дальше хорал. Лев Николаевич учил, как последний аккорд сделать нескучным для себя. Если тебе будет интересно, будет интересно публике. Он говорил так. Левую руку веди медленно, медленно, медленно. На протяжении ферматы. И когда ты фермату закончишь, сыграй последнюю ноту. А потом еще целый такт и фермата. И вот за этот целый такт должен описать, должен опустить руку вниз, медленно. Вот. Тогда эти две паузы, две ферматы на аккорде и на паузе, они будут заполнены. И, соответственно, публика будет в напряжении наблюдать за этим прямоугольником, который описывает твоя левая рука. Но в сущности она будет просто слышать это напряжение. Исполнительская энергия – то понятие, которое в исполнительстве стало важным, я думаю, с Бетховеном и с Листом, и со Скрябиным. Вот. И как раз смешная история, когда Горовец играл эту сонату в Белом доме. Там было много политиков высокопоставленных, которые немножко не понимали, не знали эту музыку. И они захлопали во время этой паузы. Горовец встал, поклонился и ушел. Вот. И... А почему же вы не доиграли? Если публика довольна, артист сделал свое дело, может уходить. И это запись, самая популярная запись у Горовеца. Побочная партия тоже. Гимн. И вот я еще сыграю, может быть, одну вещь в конце, чтобы понять, насколько странной и непонятной для его современников стала музыка Листа в последние годы. Вот одна из самых известных пьес позднего Листа. Она называется «Серые облака». Это примерно то, что появилось в музыке Дебюсси. И, скорее всего, Мусоргский тоже очень полюбил бы эту пьесу, хотя Мусоргский в 81-м году умер, а это в начало 80-х. Послушаем «Серые облака» Листа и погрузимся в атмосферу молчания. Листа и погрузимся в последние годы. Листа и погрузимся в последние годы. Листа и погрузимся в последние годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, эта пьеса – одно из самых поразительных предвидений Дебюсси, Авангарда, Шонберга, импрессионизма, минимализма, всех почти течений XX века, которые, конечно, не понимал никто, кто слышал Листа в то время. Например, у Листа есть такое огромное сочинение, минут 40, называется «Виакрусис». «Виакрусис» – это 14 станций, крестный путь по-русски, 14 остановок, которые проделал Христос, когда он шел с крестом на Голгофу. Он падал, он говорил что-то людям, которые несут крест. И 14 пьес, которые посвятил Лист этому событию, почти в каждом католическом храме есть какие-то 14 изображений этого крестного пути. И верующие проходят по этому пути, когда молятся. И в музыке тоже, вот это примерно как 7 слов Христа на кресте, 14 станций таких остановок. И эта музыка есть для фортепиано, для двух фортепиано, для органа, в четыре руки, в две руки, в очень разных таких транскрипциях. Мы это играли на двух фортепиано с Славой Попругиным в 2006 году в малом зале. Вот такая же музыка, которая требует молитвенного участия публики. И очень-очень многие крупные, прекрасные музыканты говорят, что это неудачное сочинение, что Лист исписался, что он устал, что он стал стареньким. И как бы вот его время подходит к концу. Здесь загадка того, что такое музыка, куда она идет, что она выражает. Я сейчас не буду эту загадку с вами разгадывать. Я только скажу, что гений Листа заключается в том, что он поставил этот вопрос, что он загадал эту загадку, что он вместе с теми силами, которым он молился регулярно, а вставал он в 4 или в 5 утра и утром садился за письменными словами. Об этом пишет Зелоте в своих воспоминаниях. Еще раз призываю вас прочесть эту книгу. Утром он несколько часов до самых последних дней посвящал сочинению музыки и, конечно же, молитве. Так что мы поблагодарим Листа за то, что он оставил нам это грандиозное наследие. Удивительно, что даже не все сочинения Листа изданы. Не все сочинения такого гениального композитора до сих пор напечатаны. Не все сочинения найдены. Это ли не доказательство того, что это гений? Спасибо. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok